Добрый вечер! Меня зовут Айдархан Калиф, я дизайнер из Казахстана. Дизайнерским искусством я практически занимаюсь 35-40 лет. Все начиналось с того, что после окончания института в 1987 году меня отправили, вы знаете, в то время был город Джамбул. В городе Джамбул, сейчас он называется Тарас, был очень крупнейший региональный институт, он назывался Джамбулский технологический институт легкой промышленности. И как раз на кафедре дизайна, вообще, если честно разобраться, я сам программист по специальности в институте учился программировать. Но когда я приехал преподавать в технологический институт, там ректор сказал, нам, чисто программисты, не нужны, нам нужны прикладники. И буквально через несколько месяцев, после того, как я приехал преподавать в этом институте, меня отправили в аспирантуру, и через два года я защитил кандидатскую диссертацию на стыке специальности, которая называется «Система автоматизации проектирования в легкой промышленности». Ну, сами понимаете, что проектировать одежду надо знать от и до. И вот таким образом у меня получилось, видимо, еще какие-то ДНК отродить, от мамы, скорее всего, то, что передалось. И в конечном итоге я вышел как бы дизайнером. Тогда, в то советское время, называлось модельер просто. Это дизайнеры сейчас говорят. Но, к сожалению, то, что я создавал, как бы, именно проектирование, запуск потоков одежды, это было еще в советское время, Я, моя ведущая организация была фабрика «Гагарина» в Алма-Ате, которая сутки выпускала около двух-трех тысяч пальто женских и вагонами отгружали по всему Советскому Союзу. Но, когда я защитил кандидатскую диссертацию в 1991 году, естественно, все распалось, и вот эти вот потоки фабрики, крупнейшие все, как бы, не стало. И вот эта вот работа, как таково, в моих научных достижениях, она особо, как бы, не пригодилась, потому что не было предметной области. И поэтому мне пришлось переквалифицироваться немножко в другом плане. То есть, как бы, я очень серьезно начал заниматься национальной деятельностью, как раз независимость, был голод. Мы знали только национальную одежду постольку, поскольку видели, есть вот такой вот праздник, тюркский праздник, науроз. Вот во время науроза мы его видели, или там на сцене, там во время концертных поступлений и так далее, и так далее. Как таково его, эту одежду не носили. И долго не носили, почему? Потому что вот эта вот одежда, этническая одежда, казахская одежда, она, вот, как бы, не была приспособлена к современным условиям. И поэтому, когда, после защиты кандидатской диссертации, следующий, как бы, кстати, я защитился, когда мне было 28 лет. Самый молодой кандидат в технологическом институте был. И следующий этап стоял доцентство получить. Я его получил, ну, через несколько лет, правда, ну, еще одно из направлений было, это вот, неофольклор. То есть у меня тогда возник вопрос, а если мы не можем носить ту одежду, которая у нас, как бы, скажем, сохранилась, или она была, а если сейчас, как бы, образ жизни и все другое, как бы, изменилось, мы уже не жили в юртах, мы не ездили на лошадях, мы не вели такой образ жизни, как вели раньше, значит, мы все за рулем, и вот этот вот ритм жизни совсем диктует, и, как бы, надо было создавать что-то другую одежду. Ну, мы же, как бы, вот, историки одежды, как правило, оделят же, допустим, казахский костюм такого-то века, или таких-то годов, или таких-то, вот она как раз и пошла, неофольклор, нужна была, еще одно, то есть необходимость, что, вот, мы еще, взрослое поколение, еще знали национальный костюм, а молодежь сейчас, если возьмете, она практически очень плохо ориентируется, даже, не знаю, допустим, ассортимент одежды, не знаю, допустим, фактуры или те ткани, которые существовали раньше у кочевников, да, и поэтому в целях этого было разработано целое направление, это называется неофольклор, неофольклор именно с точки зрения казахского народного костюма. Ну, еще раньше, в советское время, как бы, мой, позже уже, в конце 90-х годов, я поступил в докторантуру в Москве, в московский, он назывался тогда, университет дизайна и технологии, и у меня руководителем, вот здесь, если дизайнеры сидят, моделеры, то знают, кто такой, Пармон Федор Максимович, это композиция костюма, это весь совет, все институты, колледжи Советского Союза занимались по этому учебному пособию, которое называлось композиция костюма. Так вот, Федор Максимович был моим научным консультантом, и мы с ним, в принципе, очень далеко ушли, но, к сожалению, там, на второй год моего обучения он скончался, и, как бы, на этом, как бы, моя докторская остановилась, и, возможно, когда-то продлится, ну, как бы, вернее, мы продолжим, но пока сейчас, как бы, немножко другие времена. Вот, и он очень хорошо направил меня в методическом плане, как копировать костюм, как изучать вообще исторический костюм, этнический костюм, что можно брать оттуда, и что можно взаимствовать, чтобы создать, скажем, современную одежду с элементами этники с целью расширения ассортимента одежды. И была, как бы, произведена довольно-таки очень большая работа. Даже производство одежды, которая производилась раньше, допустим, да, в 19 веке, там, скажем, или в 20 веке, и сейчас у нас техника ушла довольно-таки далеко, и появились абсолютно другие формы, другой менталитет, и все, как бы, другое. Но, тем не менее, вот, коротко, я вообще характеризовал, что неофольклор — это национальная одежда, наделенная духом современности. Вот короткая характеристика. То есть, та одежда, которая, как бы, еще держит в себе философию, будем говорить, востока, то есть, как бы, казахского народного костюма, но она настолько удобна, практична, что сейчас можно его носить. И, как бы, мне неплохо, как бы, удалось продвинуть это направление. Коллекции от бренда, я, честно говоря, представляю бренд Аспараб, это казахстанский бренд. Он был казахстанский, сейчас он интернациональный. Почему? Потому что коллекции показывались в Париже, вернее, на... Не просто так вот поехал там, показал, а в официальных программах Париж, в официальных программах Милан, в Берлин, Амстердам, Истамбул, там, и так далее, так далее, во всех крутейших мировых, как бы, модных столицах мира, если так разобраться. И поэтому, когда мы начали продвигать этот бренд, это было, как бы, не то, что, как бы, коммерческий вариант продвинуть бренд, а еще, как бы, то, что, почему я здесь присутствую именно в этом плане, что немножко отойду, и вчера или позавчера на открытии, по-моему, у вас, вот, Ян-Польская, да, вот, говорила, да, очень грамотные слова сказала, что, как бы, мир уже давно, веками, уже, как бы, наши культуры спрелись. Но дело в том, что на каждом этапе существования, как бы, или проживания этого костюма, вернее, на каждом этапе обязательно нужно, вот, допустим, если в Казахстане я изобретаю неофольклор казахского, то где-то, допустим, в Татарстане, допустим, найдется Султан Салих, к примеру, да, ну, больше, который тоже сделает неофольклор татарского костюма. Я приехал, посмотрю и что-то позаимствую. И так начинается, это вот, диалог культур, или же, как бы, то, что веками мы делились, заимствовали друг друга. И таким образом народный костюм, он облагораживался, обогащался. То, что не только оно в костюме, допустим, да, в культуре, оно во всем у нас сейчас в мире проявляется, то есть, как бы, вот эта вот интеграция или же как глобализация, что ли. Вот, поэтому вот одной из таких вот моих идей было продвинуть неофольклор казахский именно на Европу, и у нас это очень даже неплохо получилось, что до пандемии мы имели бутики продаж в Париже, в Милане. Но самое главное, оно продавалось и реально производилось и производится в Казахстане. И одна проблема в том, что мы не можем ценовая политика. Казахстан не производит ни одного метра ткани, ни одного метра ниток. То есть, все привозное. Но Казахстан богат интеллектуальным, дизайнерским, как бы, и поэтому был сделан следующий шаг, это попробовать производить эту одежду в Китае лет, скажем, 8 тому назад. Там 8 лет назад, да, мы подписывали контракт. Вот, лет 8 тому назад, в общем, меня, даже 10 лет тому назад меня пригласили стать экспертами, членом ассоциации производителя одежды и текстиля Китая, а именно вот Урумчи. Я помогал организовывать международные проекты китайцам, и они, в общем-то, заинтересовались этим, как бы, тем, что я занимаюсь, и, как бы, я нашел себе партнера, который начал выкупать у нас франшизу. Что такое франшиза, вы понимаете, да, вот, то есть, как бы, ну, обязательным условием было то, что эта коллекция, которую будут производить, тиражировать китайцы, она должна быть показана, промоутирована, или, как скажем, продвинута на мировые недели моды. Поэтому, вот, откуда и вытекает, что обязательно условия Париж-пашинвык, Милан-пашинвык, и вот, как бы, несколько. Когда эта коллекция раскручена, китайцы просто берут его и начинают копировать. И реально получилось так, что, допустим, если произведенные единицы и зелени, в среднем, будем говорить, скажем, 200 долларов, в Казахстане, если одна единица, допустим, производит, то в Китае 20 долларов. И, просто, одно условие, то, что, допустим, вот, если мы запускаем бренд в Казахстане, допустим, пишем бренд Аспара, то китайцы Аспара.cn, то есть, оно произведено, и это не оригинал, это, как бы, франшиза, которая распространяется на весь мир, и, как бы, с приставкой CN China. Вот, вот такого плана, но, вот, в связи с пандемией, конечно, вот, с Европой у нас немножко, по-моему, у всех это приостановилось, вот, наверное, первый мой выезд, так далеко, после пандемии. Китай дальше продолжает, почему, потому что, производить, потому что, очень просто, сейчас, по e-mail, отправляешь принты, и, как бы, они распечатывают, отшиваешь коллекцию, фотографируешь, отправляешь, то есть, они, как бы, видео тоже смотрят, фотографии, естественно, лекала, как бы, по размерам, с градацией, и так далее, и так далее, это все можно в электронном виде отправить, и они продолжают, как бы, производить эту одежду. Но в Европу, да, уже мы не можем, как бы, пока что, поставлять, тут не то, что, как бы, отправить партию, допустим, продукции, но и человек, сейчас, сложно в Европу, как бы, проехать. Вот, вот, такого плана, работа. Вот, я про неофольклор, коротко вам рассказал. То, что, вот, показано было в видео, это, как бы, разные варианты изготовления, допустим, то, что, вот, первое, видели, это, Nuna Felting, вы все прекрасно знаете, то есть, я чем-то не собираюсь удивлять, единственное, что, вот, особенностью бренда Aspara является то, что максимально пробовать, включать, где можно, моменты инновации, то есть, как бы, современной цифровизации, то есть, вы видели, что выкладывали сручную, но на него накладывался, искусственный, тончайший шифон, который был принтован, как бы, но опять, рисунок наносился, вы тоже обратили внимание, то есть, оригинал рисунка, это все вручную, оно просто фотографируется, сканируется, в цифровом варианте, компонуется, да, на компьютере, потом распечатывается на текстильном принтере, а потом вручную вваливается это все, с лицевой стороны вваливается принтованный шифон, а с изнанка, с изнанкой, это узбекский аксессиор, как он называется, нет, аксессиор, я знаю, а вот по-другому сейчас газ, или как это, газ, да, это для того, чтобы внутри не скатывалось, и для тела было, как бы, это приятно, и когда получается, такое вот полотно, оно даже может быть компонованное, там, допустим, по низу, там, по низу рукавов, там, или по бортам, и так далее, и так далее, то можно в виде лекал, вытаскивать, а можно прям таким однородным полотном, да, выкраивать, и делать такие вещи, а мыло, чтобы прессовалось, оно, именно, да, да, сохнет, да, сохнет, она дает усадку, ну, в плане войлока валяне, у нас вот сидит, самый крутой базе, войлока валяльщик, Татьяна Воротникова, она с Кыргызстана, я сейчас боюсь, что-то либо говорит, что-либо, да, по технологии, вот, но факт, то, что я не говорю, что это, как бы, особенность бренда Аспара, вы обратили, это вот, просто войлок, это традиционная ткань, да, и поэтому, когда мы используем, не у фольклор, когда мы используем, как бы, обязательно, что-то должна здесь, момента взять, либо ткань, либо декор, либо цвет, либо форма, в основном, я использую форму, если так разобраться, декор, разные варианты, что мы делали, там, допустим, можно и качество использовать, какие-то вставки, там очень много, я сейчас вижу, ну, это все, как бы, из ручного, и оно, в основном, как бы, когда проектируешь коллекцию, это, вчера, вот, мы показывали коллекцию, синюю коллекцию, допустим, там столько, объем ручной работы, а теперь представьте, что, тот же самый, как бы, ласточки, они, те же самые ласточки, в смысле, вышиты фрагменты из пайеток, сфотографированы, и скомпонованы, и они выходят в виде принтов, то есть, как бы, из этого принта отшивается, как бы, платье, или там что-то такое, любая одежда, то есть, это совсем доступно, но как бы, если так разобраться, смотришь на сайтах, бренд Аспара, допустим, в Париже, да, показывается так, ну, это оригиналы, а, допустим, в наших бутиках продается, может быть, кто желает купить оригинал, оно стоит 2000 долларов, скажем, а вот кофе, бренда Аспара произведена, стоит в пределах 100 долларов, скажем, или 70 долларов. Я же спросите, у вас производитель какой-то берет, покупает ваши изделия для массового производства? Да, я вот до этого говорил, что китайцы делают, это китайцы производят, да. Казахстан очень сложно, а с пандемией, тем более, проблемы мы сейчас испытываем, что, допустим, раньше, если партнеры, там, смотрите, как получается, отрабатываются коллекция показывается, отправляется в Китай, они увеличивают объемы продаж, и вот в нашем случае 12% от объема продаж нам идет. Но мы деньги идти не берем, мы говорим на эту сумму, отправьте нам, нет, отправьте нам ткани. Ткани, в смысле, белые ткани, на которых надо принтовать. Они это отправляют, это доходило, допустим, скажем, за неделю-полторы, а теперь по полгода идет. Потом мы переиграли, параллельный наш вариант был, это Дубай. Несколько раз в год я летаю в Дубай, и у нас есть постоянно поставщики, где отбираем ткани, а потом по WhatsApp заказываем дополнительные объемы, и отправляешь деньги. Последний раз оно пришло за 3 месяца. То есть, как бы, очень сложно в том плане, что отбираешь летние ткани, планируется, да, планируется, да, отбираешь летние ткани, допустим, то, что было отправлено после Нового года. В январе мы кое-как получили в мае, в мае, да, а вот то, что на осень заказываем, я не знаю, когда это. То есть, как бы, большая проблема для казахстанских дизайнеров, это привязанность к сырью. Вот, я, к своему удивлению, вот два дня нахожусь здесь, я вчера, по-моему, где-то здесь, вот, где-то здесь глобус, да, по-моему, называется, универсант, да, и отдел такой. В Казахстане, когда заходишь в магазин, ну, к примеру, в торговый центр, ну, в любой, если, как бы, скажем, либо крутые бренды, ну, там, Гуччи и так далее, и так далее, и так далее, либо отделы, которые состоят из турецких или китайских вещей. Все, больше ничего нету. А тут я зашел, это Чебоксары, это Челябинск, это Самара, это Белоруссия, ну, как бы, да, вот, то есть, как бы, бренды, которые, не бренды, даже, скажем, производство такого местного масштаба, у нас такое, все очень сложно, как бы, как бы, но тут еще, в принципе, неплохого качества ткани, то, что я видел, трикотаж, допустим, он, по-моему, откуда он, Белоруссия, и льняные вещи, кстати, тоже, белорусский, то есть, как бы, все очень качественно, это важнее, другое дело, может, нет такой фантазии, творческого, какого, порывка, да, конечно, дизайн, дизайн, просится, просто почти безупречно, и в технике, и в изделии, в плане тщательности, вся шва, там, все, вот это вот, они молодцы, я хочу сказать, что там, две тысячи рублей, там, или полторы тысячи рублей, или там, три тысячи рублей, ой, да, рублей, это, на наши деньги, скажем, две тысячи, это, на пять, это, сколько, десять тысяч тенгер, это, очень, низкая цена, честно говоря, ну, совсем смешно, я не знаю, это, настолько передоступно, то есть, как бы, да, конечно, хотелось бы, теперь у меня, как бы, я вот, не зря походил, посмотрел, мысли, как, как нам бы сделать, да, вот, вот, такого вот плана, через Южный Урал, через границу, нет, надо просто искать, наверное, производителей, которые, фабрики, которые, вот, уже, как бы, раскрученный, бренд, вот, он показывался, в Париже, вот, вам, лекала, вот, вам, принты, если есть возможность, пожалуйста, распечатайте эти ткани, и, там, используйте, да, да, и, какую-то часть, допустим, давайте, в Казахстан будем завозить, или что-то такое, то есть, как бы, какие-то, вот, моменты должны быть. Но здесь будет дороже, чем в Китае. А? Но здесь будет дороже, чем в Китае. А? Китайцы все-таки, они дешевле же делят. Они, они просто берут объемами, очень большими объемами. Они, причем, очень ловко, сейчас умудряются, вот, один раз, не один раз, а вот, последний месяц, у нас была проблема, то, что, вот, нами разработанные принты, произошла утечка у наших представителей в Китае. И оно появилось сначала в Урумчи на базарах, как бы, а затем в Мишкеке, да? Урумчи, наверное, в Китае, стараюсь. В Мишкеке появились, потом в Алмате появились. Вот, и нам-то, в принципе, мне было очень приятно, что наши принты используют, как бы, ну, разработаны нами. Вот, а вот, для нашего партнера в Китае, допустим, это не совсем приятно, потому что ценовая политика сразу упала, и как бы, но, к сожалению, мы там, в другой стране, ничего не можем, да, повлиять никак не можем, да. А скажите, вот, если у вас индивидуальные какие-то заказчики бывают, они чаще всего из какой сферы? То ли артисты, то ли, там, я не знаю. С артистами я категорически не работаю, да, то есть, вот эта самодеятельность и так далее, и так далее, это не, ну, как бы, я не знаю. ну, в смысле, вот, я понял, я имею ввиду, для вас тот же какой-то элемент, там, и для вас рекламы, и ему приятно, как говорится. Да, у нас, вот, отдельно есть цех, где мы работаем с индивидуальным пошивом, но, как правило, это те, те, те клиенты, которые на протяжении 30 лет заказывают, и мы никак не можем отказать, вот, допустим, она, я для этого специально сделали мы отдельно в цех, скажем, где только они отшиваются все, вот, и с каждым разом сейчас все увеличивается, ну, там мы, как бы, знаем уже их, всю антропометрию, как бы, что, как, там, и уже, когда что-то проектируешь, знаешь, даже иногда, даже в образе стоит этот человек, и мы приземляемся, как бы. А вы не думали, например, ну, есть понятие трескода, да, например, я не знаю, дипломатический корпус Казахстана, дать какой-то элемент им в костюм, чтобы они на официальные какие-то приемы приходят, и у них, вот, так сказать, знак Казахстана был, примерно. Или, те же, вот, до этого до вас выступала, очень интересный тоже мастер, например, фирмы какие-то заказывают, фирменный стиль разработать, и на основе вот ваших технологий, значит, предложить, предположим, я не знаю, ресторан, турфирный какой-то еще там. Здесь никаких проблем, мы то и делаем, в принципе, этим и занимаемся. Кстати, вот у нас еще один, как бы, одно из направлений, используя вот эту вот печатную технологию, мы выпускаем платки, то есть, стандартные, 80 на 80, с 90 на 90, полтора на полтора, то есть, как бы, это наша пышка, это на самый худой конец, мы знаем, что если одежда, как бы, немножко кризис не будет продаваться, то платки, они, как бы, сотнями, тысячами уходят, и мы, как бы, в этом плане. А у государственных структур, вот у этого, я никогда не пытался, честно, потому что, это, пока есть ситуация, как и везде, то есть, надо его пробивать, чтобы кто-то лоббировал, а кто лоббирует, тому что-то такое, это нехорошо. У нас молодые ребята, ген-консул Казахстана, у нас есть, по идее-то, он вас должен был бы и знать, и увидеть, и принять. Молодой парень. Я давно вышел из, как это сказать, да, как в международном пространстве, да, мне как-то вот, то, что вот, кто-то звонит, посольство, кто-то опережает, отправьте машину, встретите. Я уже достаточно, уже много-много лет в Европе, в смысле, с европейскими партнерами, у меня менталитет абсолютно совсем другой. Я реально отставлю, чтобы мы шли на прогресс, я реально, глобально подхожу ко всем вопросам, то, что я не зря говорю, мне очень понравилось выступление, что мы уже переплелись вообще культуры нашей, но на сегодняшнем этапе, допустим, удачи должны, как бы, совместно продвигаться, поэтому я, как бы, здесь, а, не знаю, как, надо бы, может быть, надо было и отправить, письмо, написать, или что-то там, свечи, в следующий год тысяча столетий ислама, завтра, я так понимаю, вас пометут в Улгаре, да, я бы с удовольствием хотел бы, может быть, что-то на следующий год дизайнерам, так сказать, кооперироваться и придумать тысяча столетия применения ислама по сути в России. Да. Вот в этом плане я сам из, вот, сказал Джангул, чтобы вам было понятно, сейчас он называется Тарас, 2200 лет, самый древний город, можно сказать, в Азии, вот именно, по крайней мере, в Казахстане, это древнейший город, 2200 лет, это, как бы, и, как бы, вот это тоже, для меня очень большое вдохновение, допустим, Перри Тараза, коллекция называется там, эхо древнего Тараза, это все, как бы, ассоциации и такое вот восприятие, и, так же, вот вы говорите, тысячи лет, как бы, принятие ислама, тысячи лет, тысячи сто лет, да, 720, 720, ай, в 751 году, Тараз, это первый город, азиатский, который принял ислам, вот видите, как интересен, я вот, как бы, эту историю, почему знаю, потому что, до этого я в марте был, в этом, в Дубае, не в Дубае, в Шарже, такая была, международная, такая крупнейшая выставка, и вот, вот эта вот сторона, оказывается, рядом с Таразом, произошла вот эта вот, Атлахская битва, она называется, значит, с этой стороны, китайцы, которые все время пытались, вот это вот, плодородные земли, вот, юб Казахстана, завоевать, крупнейший город, центр, как бы, великого шелка в Коте, город Тараз, а с этой стороны, объединенная армия карлоков, это вот наши предки, как бы, да, и арабов, ну, как бы, вроде китайцев, как бы, оттиснули, и на, на, на расстоянии, 250 километров от Тараза, в сторону, в восточную сторону, там построили, в честь, в честь, победы, построили крепость, крепость, которая называлась Аспара, вот, я сам родом оттуда, как с этого аула, честно говоря, я такой простой, аульный парень, если так разобраться, вот, и поэтому, и бренды, и вот это вот все, как бы, идет именно под брендом Аспара, под брендом Аспара, еще идет, как бы, крупнейшая, вот, в Азии, неделя моды, которая называется, Аспара Хочем Лук, я являюсь президентом этой недели моды, а как она получилась, тоже лет 10 тому назад, когда мы уже, в Казахстане, как бы, определились уже, как бы, уже как, ну, первые годы, когда вот, был, как бы, спрос, не то, что спрос, а как вот, изголодались по воде, проделан, как бы, да, и массово начала, как бы, продаваться, нужно было, как бы, расширяться, и у меня была мечта, мне кажется, мечта любого дизайнера, допустим, показать, поехать в мировую столицу, да, да, хотя бы, допустим, вот, показать свои работы, или, там, скажем, свое творчество, где-нибудь, на престижном, не где-нибудь там, а на престижных, вот этих вот площадках, куда только они обращались, они обращались, как бы, а что можно взять у Ивази, у кочерников, что можно взять, вот такое вот отношение, что я пошел другим ходом, пятая крупнейшая неделя моды в этом, в Европе, по крайней мере, не все так называют, это вот Сербия Фэшнбэк, в городе Новий Сад, вот они в прошлом году, им исполнилось 10 лет, это неделя моды, Сербия Фэшнбэк, так и называется, ну, это бывшая Югославия, если так по Советскому Союзу брать, и город Новий Сад, вот они как культурная, культурная столица Европы, как бы себя как бы обозначили, и там начали проводить вот эти крупнейшие мероприятия, да, действительно, очень солидно, круто, как бы такой вот фэшн, и я попробовал туда, и даже заплатил 2000 евро за участие, ну, потому что как-то надо было пробить, потому что больше никто не участвовал, вот я там принял участие, я вот каждый раз благодарю, то, что когда я вышел после показа на поклон, с правой стороны, первый ряд, третий место, там сидела итальянка, оказывается, она президент Милан, точно будет, она встала, с итальянским этим, эмоциональным этим, браво, начала хлопать, весь зал встал, я с тех пор, а через полгода я уже показывал коллекцию на Милан, причем вы, создайте, да, естественно, да, ну, они, у них нету, на каком мы все время закрытые страны были, вот для них мы, инкогнитое, да, и они, у них отношение совсем другое было к нам, вот элементарно, вот когда обращались, писали, они вот обращались на английском языке, там, что можно у номеров взять, но они что-то из вашего бюджета внедряют? Ну, да, у нас есть этот общий друг, его зовут Даглас Бассер, это крупнейший, номер один фотограф, фэшн фотограф в Милане, мы с ним очень хорошие друзья, и он каждый раз, каждой неделе моды отправляет какие-то моменты, и он пишет там по WhatsApp, там, брат, извините, пожалуйста, я иду на следующий раз, а вот я не знаю, он пишет фотографии, отправляет брат, вот это у тебя было, реплика, да, типа, и вот отправляешь, что типа ты первый, как бы, а в мире профессиональной моды, да, кто за первым зафиксировался, тот и... Но у вас сейчас получается, вот вы вышли на международную арену, а население Казахстана приобретает, или это по-самому, индивидуальный пошир? Наши изделия, лично приобретает, то есть повсеместно, да? Да, у нас бутики есть в Шимкенте, в Алмате, в Астане, в Таразе, есть... Это, на самом деле, сейчас скажу, в жизни одевает, или на какой-то, как вы себе приобретаете? нет, это реально носимое... Доступно? А сейчас? Да... Ну, насчет доступ... Ну, это лакшери. Лакшери. Скажем, ну, я говорю, самое дешевое платье, где-то предел сейчас, дешевое платье может стоить 50-100 долларов, и вверх оно пошло. Нормально. Я, по крайней мере, пытаюсь сделать это нормально, чтобы чем больше людей одевать, тем больше рекламы. Мы не ставим, как раньше первые годы, допустим, там, калькуляцию посчитали, скажем, она стоит там 10 тысяч тенге, а мы сразу 50 тысяч ставили. Первое время, когда был дефицит этого, мы так и делали. Сейчас, допустим, если 10 тысяч тенге, мы ставим 15 тысяч. 50% только. Ну, потом по ходу дела, это Восток, дело тонкое, каждый раз торгуется. Возземность. Да. Когда торгуется, обязательно надо что-то уступить с этим расчетом. Ну, это, по-моему, везде так. А у вас будет еще показ? Мы не успели, конечно. Должен быть сегодня, вот, да, сегодня, да, вот, по-моему, 5 часов до начала. 5.15. Сейчас там, да, как раз. Спасибо.